Виттенберг Я не знаю, что с тобой делать Это не означает, что опасность миновала Так, что дальше? Я действительно не знаю, но я уверен что у Бога есть план И у меня нет сомнений в том что Он как-то откроет мне свою волю Стоять! В чем дело? Чего вы хотите? Это Он! Хватайте Его! Мартин! ААААААААА!!! Отпустите меня! Нет! Вперед! Вперед! Мартин! Мартин! Мартин Лютер! Мартин Лютер! Как такое может быть? Трое моих друзей умерли в одну ночь. Чума не выбирает жертву. Мой малыш, мой малыш. Это все, что я могу потратить на похороны. Тебе нужно идти. Я плачу деньги не для того, чтобы ты пропускал свои уроки права. Но, отец... Возвращайся в школу. Кара! Это кара Божья за наши грехи. Кара Божья. Это кара всемогущего. Это кара всемогущего. Мой малыш, мой малыш. Это кара всемогущего. Нет, нет, я не хочу умирать. Пожалуйста, пощади меня. Я сделаю все, все что угодно. Я не готов. Я буду ходить в церковь каждый день. Я буду давать милостыню. Я перестану изучать право и стану монахом. Пожалуйста. Ты пощадил меня. Ты пощадил меня. Я выполню свое обещание. Я выполню свое обещание. Я сделаю все, чтобы быть достойным тебя. Все. Господи, смилуйся надо мной. Спаси меня от адского огня. Очисти меня от множества моих грехов. Сохрани меня от дьявола. Я делаю все, что могу, чтобы угодить тебе. Я оставил свою учебу, свою семью. Что еще я могу сделать? Что еще я могу сделать, чтобы быть достойным тебя? Ничего. Ты ничего не можешь сделать, чтобы быть достойным Бога, Мартин. Отец Штаупиц, я просто... Исповедовался в грехах? Ты ведь ходил исповедоваться вчера. Отец Августос рассказал мне, что вы провели с ним на исповедании больше шести часов. Шести часов, Мартин. Сколько грехов ты мог совершить? Отец просто истощен. Ты исповедал грехи, которые он даже и не знал. Я не мог не исповедоваться, и... И теперь я ощущаю гордыню из-за этого, поэтому я ощущаю... Нужду исповедоваться снова и снова и снова. Я живу в аду, Отец Штаупиц. В настоящей тьме. И... Я согласен с тобой, Мартин. И поэтому я отсылаю тебя отсюда. В Виттенберг. В... В университет. Герцог Фридрих, меценат университета, подал запрос найти хороших богословов. Но я... Поедешь. Ты говорил, что ты живешь во тьме, Мартин. Но ты не должен забывать, что Христос сказал, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Отправляйся в Виттенбергский университет, Мартин. Наполни свою душу изучением Священного Писания. Ты увидишь, что когда свет Божий наполнит твою душу, тьма уйдет. И ты, Мартин Лютер, станешь другим человеком. Гратиа. Эним эстис салвати перфидем. Праведный верою жив будет. Праведный. Праведный? Своей верой. Верой. Праведный верою жив будет. Не моей праведностью, но верой. Верой в Тебя, дорогой Господь, как Спасителя. Спасителя. Итак, профессор, вы говорите, что... В качестве платы за наш грех мы не можем что-то добавить или отнять от жертвы, которую Христос совершил на кресте. Но Священное Писание призывает нас делать добрые дела. Как проявление нашей веры, а не платы за наши грехи. Но Бог точно ожидает, что мы заплатим за некоторые из наших грехов. Скажи мне, Густав, за какой грех ты можешь заплатить? Я, ну... Я скажу тебе. Не за какой. Христос заплатил за все наши грехи на кресте. Ему пришлось спасать нас, потому что мы не могли спасти себя сами. Иним эстис салвати перфидем. Как я хочу, чтобы Священное Писание было переведено на наш язык, чтобы все могли читать его. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Святого Павла к Ефесянам. Поверьте мне, если есть человек, который пытается заплатить за грехи, если есть монах, который пытается спасти себя своим монашеством, то это был бы я. Но это невозможно сделать. Только Христос спасет нас. Но для чего тогда Чистилище? А, Чистилище. Это то место, куда вы попадаете после смерти, чтобы пройти очищение огнем, прежде чем попасть на небеса. Тысяча лет в огне за ложь, две тысячи за каждую греховную мысль. Скажи мне, Густав, сколько раз ты говорил ложь? Сколько у тебя было греховных мыслей? Хотя бы сегодня. Вчера? Ну, а как насчет всей твоей жизни вплоть до этого дня? Я бы предложил тебе взять с собой несколько книг, чтобы читать их, когда ты будешь там. Но, эээ, все бы они сгорели. Нет, нет, Густав. Только Божья благодать может спасти нас. В этом и кроется чудесная новость Евангелия. А это чудесная новость о том, что урок окончен. Ты учишь так, словно нет десяти заповедей. Спалатин, я рад, что ты решил посетить мой урок. Правда, Мартин? Что будет с этими молодыми людьми, если в них не будет страха Божьего? Если они будут думать, что Бог сделал все за них? Они будут служить ему из любви, а не из страха. Поверь мне, Спалатин, это большая разница. Я знаю. Отец Мартин! Клаус! Кристина! Вы ни за что не догадаетесь, куда я иду. Я иду платить ренту. Ха, платить ренту. Он впервые за много лет не потратил все на выпивку. Мой Клаус так изменился. Этот человек изменился, потому что хочет угождать Богу и своей семье из любви. Вот что делает Евангелие. И этого не может сделать ни один закон. А, мой доверенный секретарь. Герцог Фридрих. Ты пришел как раз вовремя для того, чтобы увидеть новинку в моей коллекции священных реликвий. Посмотри на него. Это волосок с бороды Христа. Мне прибезли его со святой земли. Он стоил мне целого состояния. Но благодаря ему в моей коллекции реликвий уже сколько? 18 тысяч реликвий. И без сомнений, эта вещь станет благословением для множества паломников, посещающих город. Я помещу его между соломинкой, взятой из ясли нашего Господа, и шипа, взятого из его тернового венца. Но что-то ты не очень взволнован. Дело в новом профессоре, сэр. А-а-а, монах Мартин Лютер, его идеи, его методы обучения повысили посещаемость как университета, так и церкви. И будучи меценатом обоих, присутствие Лютера заставляет меня улыбаться. Наш маленький университет должен быть соперником университета в Лейпциге. Но оставь монаха в покое. Мне кажется, что он хороший учитель. Да и вообще, спалатин, какой вред может принести один монах? Шах и мат. Ваша святость снова победили. Никогда не стоит недооценивать своего соперника, Алехандро. Если поступать так, то можно потерять все. Я уверен, что запомню это, ваша святость. Кстати говоря, мне сообщили, что церковная казна пустоснова. Ты хочешь сказать, у нас мало денег? Но у нас еще есть возможности. Я боюсь, я не понимаю вас, ваша святость. Индульгенции. Гарантия церкви в том, что человек проведет меньше времени в чистилище, мы уже продавали их. Но, возможно, сейчас хорошее время, чтобы предложить их людям снова. В обмен на дар для церкви. Пожертвование. Вклад? Называй, как хочешь. Ммм, это восполнит наши потребности в деньгах. И окажет услугу в вере. Отец Тецель убедит их в этом. Да и вообще, кто бы не хотел избежать? Огненное чистилище! Подумайте о своих близких! Им придется пройти через ужасные страдания очищения! В огне чистилища! О, если бы кто мог помочь мне! Подумайте о них. Они страдают прямо сейчас. Но постойте, надежда есть! Ваш святой отец дарует вам индульгенцию! Да! Купите ее! И ваш близкий сможет избежать сотен лет боли и страданий! Пока монета в сундуке звенит! Душа из чистилища на небеса спешит! Я хочу! Да! 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 Ваши близкие наконец-то ощутили облегчение! Они благодарят вас! И где ты ее взял? В Ютербоке! Ты пьян! Это не имеет значения! Я могу купить себе прощение завтра! Я избавлен рукой... Отца Тацелия? От имени самого Папы Римского! Он раздает их! То есть, продает их по всей стране! Я заплатил за свои грехи! Тут так и написано! Так сказал отец! Йохан Тецель! Люди идут к нему сотнями! Пока монета в сундуке звенит! То кто-то в Риме уж на бал спешит! Но там не так! Душа выходит! Душа выходит! Как же там было? Проспись, Клаус! Я прекрасно знаю, о чем проповедует этот лжепастор! Мартин, тебе стоит следить за словами! Правда, Спалатин? Правда? Ты считаешь, что кусок бумаги, написанный в Риме, будет иметь какое-то значение после чьей-то смерти? Клаус должен забрать его с собой в чистилище? Если бы Папа Римский мог освободить кого угодно от чистилища Илиада, то почему он не делает это по христианской любви? Или... Возможно, это всего лишь способ пополнить его сокровищницу, которая, как говорят, опустела из-за его богатого и пышного образа жизни? Нет! Не тратьте свои деньги, используйте их ради чего-то лучшего! Не пытайтесь оплатить ими свои грехи! Или сократить время пребывания в чистилище! Послушайте меня внимательно! Никакая реликвия! Никакой Папа Римский или Индульгенция не смогут сделать больше того, что Христос уже сделал на кресте! Христос – ваш Спаситель! Он покрыл все ваши долги перед небесами своей смертью на кресте! Ты не улыбаешься? Нужно было говорить так резко? Скажи мне, Спалатин, любишь ли ты церковь? Церковь? Я священник, конечно, я люблю! И я тоже! Должен ли я молчать, когда вижу, как ее используют? Иисус сказал, что сделаете одному из меньших братьев моих, то сделаете мне! Я не буду молчать! Что ты собираешься сделать? Что ты собираешься делать? Писать! Вот что я собираюсь делать! Писать! Исходя из любви и заботясь об истине! Я хочу это улыбить! Что это такое? Что это происходит? Что это происходит? Сейчас я посмотрю. Что происходит? Зачем? Попробуем. Что это? Так, ты решите. О, нет. Нет. Папа. Не имеет власти отпустить ни одного греха. Только по-настоящему покаявшийся христианин получит прощение грехов. В Священном Писании ничего не говорится об освобождении душ из чистилища. Деньги даны церкви. Пока монета в сундуке звенит, душа из чистилища на небеса спешит. Ваша Святость, у вас было время прочитать это? Да. И? Мне интересно, не хотела бы ли ваша Святость ответить? Одному одинокому монаху? Ради бога, Алехандро. У меня есть вещи поважнее, чем какой-то немецкий монах, излагающий свои глупые мысли на бумаге. Но они были разосланы. По всей Германии они повлияли на продажу индулигенций. Ну, тогда ты должен сделать с этим что-то. Я? Но что я могу сделать? Я не знаю. Найди кого-то, кто мог бы подискутировать с ним. Покажи ему ошибочность его путей. Так ты объяснишь ситуацию людям. Кроме того, люди всегда любят хороший диспут. Ну, иди. Если ситуация усложнится, я вмешаюсь. Да, Алехандро. Вызови того богослова Экка. Да, он отлично подойдет на эту роль. Никто не может встретиться с Эком и победить его. Но Библию непросто понять. А ты утверждаешь, что каждый человек должен читать ее на родном языке? Никто не может истолковать Священное Писание лучше Папы Римского. Но ведь он не выше их. Священное Писание является основанием христианской веры. Любой мужчина и любая женщина верят в Писание. И положиться на них намного легче, чем на Папу Римского или его советника, который игнорирует их. Никто не может быть выше Слова Божьего. Ни ты, ни я, ни Папа Римский. Ты говоришь, как еретик Ян Гус. Если на истину Евангелия говорить, что это ересь, тогда я еретик. Это все, что мне нужно было услышать от тебя. Надеюсь, ты так же хорошо разбираешься в истории, как и в богословии, Лютер. И почему это? Потому что ты должен был знать о том, что еретика Гуса сожгли на костре. Возможно, ты не веришь в огонь честилища, но можешь не сомневаться, что если и дальше будешь вести себя так, то тебе не избежать огня. То есть этот монах посмел написать обращение к князьям Германии и попросить их выступить против моей власти? Пусть теперь он ощутит на себе силу моих слов. Это заставит Лютера дважды подумать перед тем, как снова взяться за перо. У меня нет сомнений в том, что верные возрадуются вашим решительным действием, ваша святость. Они восстановят порядок и заткнут рот, как вы там говорили, дикому кабану, который вторгся в виноградник Господа. Я очень рад, что ты так уверен в нашей церкви, сын мой, потому что ты лично возьмешь этот декрет и, как мой представитель, развезешь его по всем провинциям Германии. Покажи Мартину Лютеру, что такое настоящая сила. Отлучен? Папа дал мне два месяца, чтобы покаяться. Забрать свои слова обратно. Иначе решение утвердят. Ты знаешь, что это значит? Тебя отлучили от церкви и от небес на целую вечность. Нет, это значит, что мне нужно напечатать больше книг. Но Мартин разве... Никто, будь то папа или князь, не имеет власти для того, чтобы не пустить кого-то на небеса. Библия ясно говорит об этом. Но как простые люди могут знать об этом, если Писание не переведено на их родной язык? Вот почему я не могу перестать писать. Подумай о том, что еще неизвестно нашим людям. Я понимаю, что Экко выбрали исполнить волю его господина. А я буду исполнять волю своего. Все труды Мартина Людера должны быть сожжены. Каждый, кто откажется сделать это, также окажется в опасности и будет отлучен от церкви и небес навсегда. Давайте избавимся от этой ереси. Два месяца почти закончились. Я как раз думал ответить. Хорошо, хорошо. Я бы хотел дать тебе небольшой совет. Возможно, тебе стоит писать немного скромнее. Эм, Мартин? Мартин, куда ты идешь? Ответить папе римскому. Разве тебе неудобнее сесть за стол? Пусть это будет моим ответом. Риму. Теперь пути назад нет. Они сожгли книги? Что ж, после того, как Лютер сжег декрет папы, люди принесли множество церковных книг и бросили их в огонь вместе с ним. Вот это да. Все это выходит из-под контроля, сэр. Лютер зашел слишком далеко. Я не знаю. Оставь Лютера в покое. Возможно, Бог использует его так, как мы не можем понять. Он ожидает вас. Эк, ты вернулся? Надеюсь, ты принес мне хорошие новости. Он сжег документы. Он сделал что? Они хотят, чтобы мы отправили Лютера в Рим? По просьбе папы. Эээ, точнее, по требованию. Чтобы его сожгли на костре? Нет. Наш монах и профессор не подъедет в Рим. Ведь иначе мы не увидим его больше никогда. Но это папа. А Германия – часть Священной Римской империи, которой управляет папа. Но она также находится под властью короля Карла V. Но, сэр, король сердцем и душой предан папе. Но он также объявил, что ни один его подданный не может быть обвинен в преступлении без справедливого суда. И вместо того, чтобы посылать Лютера в Рим, где его уже признали виновным, Мы потребуем слушания во время визита короля в Германию на Вормском Рейхстаге. Это гениально! Сейчас же напиши письмо его величеству, и давай спасем нашего монаха от костра. Никто не сможет отнять у меня моего профессора без боя. Да, все ваши князья здесь, ваше высочество. Мы начнем совет завтра. Что это за шум? Наверное, это был тот еретик Лютер, ваше высочество. О, судя по всему, нас ждет серьезное заседание. Хм, вы только послушайте их. Похоже, они хотят убить его. Мартин! Мартин Лютер! 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 И так во всех городах, говоришь? Абсолютно во всех. Большое количество людей стоят за него, сердцем и душой. А как принимали вас, господин Эггг, когда вы отправились в путь, чтобы донести радостную весть об отлучении Лютера? Скажи Лютеру, чтобы он был осторожен в своих ответах. Эгг – опытный оратор, и ему не стоит разбрасываться словами. Я лишь надеюсь на то, что нашему драгоценному монаху устроят справедливое слушание. Кардинал Эгг, вы можете начинать. У нас к вам лишь два вопроса. Два вопроса? Насколько я понимал, мне позволят представить… Не позволят. Не позволят? Вас привели сюда не для того, чтобы представлять, а чтобы дать ответ. Вы написали это? Я написал. Наш второй вопрос. Готовы ли вы отречься от этого? Готов ли я… Вопрос весьма прост. Готовы ли вы отречься от того, что написали в этих книгах? Но это… Отвечайте на вопрос. Господин, разве… Отвечайте на вопрос. Но я… Просто скажите «да» или «нет». Смотрю на вещи иначе. Господин, в… в каждой книге написано много всего. Я признаю, что иногда выбирал не те слова, но в общем… Вы отказываетесь от ересей, написанных в ваших книгах? В здравом уме я не могу сделать этого. Значит, ваш ответ – «нет». Я не говорил этого. Да, нет, да, нет, да, нет. Так, каков ответ? Тишина! Тишина! Я не могу отречься от своих трудов, не упомянув все то, о чем я говорил. Так вы не отрекаетесь. Вам… Нужно больше времени. Я пришел сюда, чтобы поговорить с вами, поделиться своими мыслями. Мне нужно время, чтобы ответить на ваши вопросы, чтобы помолиться. Нам очень жаль, Лютер, что мы не можем выслушать вас. Завтра. Господин? У вас есть время до завтра. Выведите его. Доволен? Посмотри, какой хаос ты устроил. Разделение. Ты созидаешь царьковь, Лютер? Или разрушаешь ее? Разве не время подумать о них, а не о себе? Ты созидаешь царьковь, Лютер? Или разрушаешь ее? Если и дальше будешь вести себя так, то тебе не избежать огня. Мартин Лютер, есть ли у вас ответ для нас? Вчера вы сказали одну мудрую вещь. Моя дилемма, мое сомнение, крылась в том, что я думал только о себе. Поэтому вы готовы заявить? Что я... Я не отрекусь. Что? Вы правы. Мои действия привели к разделению. Но если это разделение между истиной и ложью, то я за разделение. Ты за? И насчет того, что я думал о себе, вы были правы. Я признаю, что боялся последствий вашего суда. Но я больше не боюсь и говорю вам, что если я не буду убежден свидетельствами Святого Писания и ясными доводами разума, которые указывают на то, что я ошибаюсь, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться. Потому что нехорошо, небезопасно поступать против совести. На сём стою и не могу иначе. Да, молодец! Так и надо! Мартин Лютер! 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 Я никогда не думал, что буду возвращаться с тобой назад, Виттенберг. Мартин. Имеешь в виду живым? Только подумай, циновники не могли принять решение, что с тобой делать. Это не означает, что опасность миновала. Ты хотел официального решения? Я объявляю Мартин Лютера вне закона. Даю вам разрешение словить его и сжечь. Так, что дальше? Я действительно не знаю, но я уверен, что у Бога есть план. И у меня нет сомнений в том, что Он как-то откроет мне свою волю. Стоять! В чем дело? Чего вы хотите? Это он! Хватайте его! Мартин! Отпустите меня! Нет! Вперед! Мартин! Мартин! Мартин Лютер! Куда вы ведете меня? Иди! Что здесь происходит? Я готов на все ради тебя, Господи. Я отдаю себя в твои руки. За вами никто не следил? Никто! Спалатин? То есть герцог? Он не имеет представления, где ты. Он сможет отвечать честно, если кто-то спросит его. Мне нужно было лишь скрыть от тебя твой путь. Ради твоей же безопасности. Но зачем? Герцог читал твое послание и... И? Ну, у нас есть еще кое-что. В ночь всех скорбей? В ту ночь, в которую ты написал свои тезисы и повесил на дверях церкви, герцогу приснился сон. Во сне он увидел монаха, который писал у дверей церкви таким длинным пером, что оно тянулось до самого Рима. Оно сбросило корону со льва. Что ж, теперь у меня осталось последнее указание для тебя от нашего герцога. Сделай то, к чему небеса призвали тебя. Пиши. Здесь ты в безопасности. Используй перо. Пиши. В начале было слово. Отважный шаг Мартина Лютера стал началом протестантской реформации, которая захватила Европу, а затем и весь мир. Будучи убежденным в том, что Библия является основанием веры каждого христианина, Лютер без устали работал над тем, чтобы перевести ее на немецкий язык. Вскоре каждый житель его страны мог считать писание сам. Таким образом, люди поняли, как и сам Лютер, что спасение приходит только по вере. Когда начали появляться первые протестантские церкви, Лютер прилагал максимум усилий, чтобы наставить их через свои послания. Под конец своей жизни он написал более 60 тысяч страниц, но его вера в то, что священное писание является главным источником христианского основания, так и не изменилась. Я предпочел бы, чтобы все мои книги исчезли, и чтобы читали только священное писание. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ